Хотите узнать несколько интересных фактов о гаремах? Узнав их, возможно, ты раздумаешь становиться султаном, даже если тебя очень уговаривают. Многие простолюдины продавали своих красивых дочерей в гарем. Черкешинки напевали своим маленьким дочкам колыбельную с такими словами «Вот станешь ты женой султана, будешь усыпана бриллиантами». При продаже родители подписывали документы об отказе от своих прав на дочь. Если у купленной таким образом наложницы обнаруживались физические недостатки, плохие манеры или еще какие-нибудь дефекты, цена ее резко падала, а ее родители получали меньше денег, чем ожидали. В гареме девушки получали образование. Он походил на образовательный центр. Наложниц обучали грамоте, теологии, танцам, игре на музыкальных инструментах, этикету, красноречию и умение поддерживать беседу. И уже среди прочих дисциплин было искусство доставлять наслаждение мужчине. Однако эта дисциплина могла никогда не понадобиться. Самым красивым рабыням, которых султан мог выбрать в жены, приходилось особенно тщательно заниматься. Сохранившиеся письма султанских жен свидетельствуют об их высокой образованности. Получив статус жены, они основывали благотворительные учреждения и даже руководили строительством мечетей. Секс с султаном был редкостью. Большинство наложниц проводили в гареме всю жизнь, даже не увидев своего повелителя. Несмотря на то, что мужскую силу султана придворные льстецы превозносили до небес, за что им платили, он был всего лишь обычный мужчина. И удовлетворить неисчислимые полки своих подопечных женщин не мог даже при сильном желании. Случалось и такое, что султан вообще не имел интереса к противоположному полу. И тогда уже гарем целиком позебал в вынужденном безразличии своего султана. Секс по пятницам только с женой. Казенщина распространялась и на такую неформальную сторону, как секс. Конечно, султан мог развлекаться с кем угодно и когда угодно, но только не в пятницу. Ночь с пятницы на субботу султаны были обязаны проводить только с одной из своих жен. Если падишах в течение трех пятниц подряд не исполнял своих обязанностей, жена имела право обратиться в суд. А поскольку у султана по закону могло быть от четырех до восьми жен, во избежание накладок одна из наложниц, подобно дежурной по этажу, ввела учетный журнал, где тщательно фиксировала все свидания падишаха со своими супругами. Из гарема можно было уволиться. Наложница, на которую так и не пал выбор султана после девяти лет службы в гареме, имела право подать заявление об уходе по собственному желанию и покинуть гарем. Султан давал ей приданное, дом, помогал найти мужа и выдавал документ, подтверждающий ее статус свободного человека. Но не все пользовались этим правом, предпочитая безбедную жизнь гареме сложностям жизни на свободе. А некоторые распутные наложницы, выйдя замуж, через некоторое время разводились со своими мужьями, объясняя это тем, что привыкли получать больше удовольствия в гареме от чернокожих евнухов. Гарем также был важным, хоть и неформальным, государственным органом. Известно, что иной раз обитательницы гарема имели такое сильное влияние на султанов, что даже вмешивались в государственные дела. А период с 1550 по 1656 годы и вовсе известен под названием «Женский султан». В это время целая череда женщин оказывали большое влияние на государственные дела Османской империи. Период, правда, ознаменовался постепенным упадком государства, но, разумеется, это было просто совпадением. Стандарты красоты гарема задавал сам султан. Например, султан Ибрагим питал слабость к тучным женщинам. Невольниц, обладающих выдающимися размерами, разыскивали по всей империи и перевозили в султанский гарем, где заставляли вести малоподвижный образ жизни и объедаться сладостями, чтобы они поправились еще сильнее. Вес красавиц гарема Ибрагима варьировался в пределах 114-220 килограмм. Любимая наложница Ибрагима Шекерпара, Сахарок, была внушительной дамой весом около 230 килограмм. Сколько пышных красавиц сейчас, наверное, жалеют, что не родились в те времена. Ибрагима Шекерпара